Приветствую тебя на этой молитве именем Хашуа Мэрэхай Приветствую тебя именем Хашуа Мэрэхай Я призываю имя Хашуа Мэрэхай На эту молитву призываю имя Хашуа Мэрэхай На это молительное время призываю имя Хашуа Мэрэхай На это пространство и время, которое находится на самом деле вне пространства и вне времени Именем Хашуа Мэрэхай Призываю имя Хашуа Мэли Хай На воздух, который находится вокруг, которым дышим Именем Хашуа Мэли Хай Призываю имя Хашуа Мэли Хай На потоке информации, носящейся в воздухе Именем Хашуа Мэли Хай Призываю имя Хашуа Мэли Хай На мышление Призываю имя Хашуа Мэли Хай на сердце Призываю имя Хашуа Мэли Хай На всю информацию Находящуюся в мышлении Находящуюся в сердце Именем Хашуа Мэли Хай Призываю имя Хашуа Мэли Хай На головной мозг Призываю имя Хашуа Мэли Хай На нейронные связи И нейронные все В головном мозге Призываю имя Хашуа Мэли Хай На все клетки ДНК Находящиеся во всем физическом организме Призываю имя Хашуа Мэли Хай На кровь Призываю имя Хашуа Мэли Хай Призываю имя Хашуа Мэли Хай На все органы На все части физического естества Призываю имя Хашуа Мэли Хай на глаза. Призываю имя Хашува Малихай на уши. Призываю имя Хашува Малихай на уста. Призываю имя Хашува Малихай на обоняние. Призываю имя Хашува Малихай на осязание. Призываю имя Хашува Малихай на руки, на ноги. Призываю имя Хашува Малихай вниз. Имя Хашува Малихай наверх. Имя Хашува Мелехаи впереди, Имя Хашува Мелехаи сзади, Имя Хашува Мелехаи слева, Имя Хашува Мелехаи справа, Имя Хашува Мелехаи вокруг, О лабей калабе калабе, призываю Имя Хашува Мелехаи на все имение, на всю имущество, на всех родных и близких, призываю Имя Хашува Мелехаи, Хашува Мелехаи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И я такой думаю, интересно Насколько много сейчас людей, которые пытаются всю жизнь учиться, 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 но так и не доходят до познания истины До сферы, где ты познаешь истину, другими словами, где ты входишь в познание истины Задумайся об этом Потому что нужно войти в познание истины, познавать ее Суть спасения заключена в том, чтобы ввести тебя в познание Чтобы прямо внутри тебя открыта была эта дверь спасения Эта дверь спасения Все стою у двери истучу, если кто услышит голос мой, войду к нему Кто войдет? Тот, кто открывает познание Тот, кто открывает Тот, кто есть открывающий познание Он есть источник жизни Он есть жизнь и жизнь дающий Жизнью наполняющий Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дуб говорит это точно так же как Ковчег Ноя в который был помещен Ной Тебе не просто надо поверить О я верю тебе Ной Но при этом ты не вошел в этот Ковчег И ты потом удивляешься А что меня потоп просто топит И я захлебываюсь уже здесь от своих проблем А потому что ты не вошел А потому что ты не вошел И что говорит к уверовавшим в Него Иудеям Познайте истину Истина сделает вас Спасенными Свободными Мы не были рабами никому никогда Но вы же поверили Вроде бы уже должны быть спасены А нет Войти надо, дружище Без веры ты и дверь не увидишь А с верой она открывает тебе глаза Она как свет Дает тебе свет Да Поправьте светильники свои Да Да Так вот когда ты вошел В познание Хашо Малиха И все Ты обрел спасение И теперь слушай то Что он тебя открывает Тем самым будет действовать спасение Когда ты будешь слышать его Принимать это слово С верой И размышлять над ним Больше тебе ничего не надо Ой, а мне надо заботиться о том Чтобы избавиться от каких-то грехов Но если ты дебил То пожалуйста занимайся дебилизмом Если ты мудрый человек Ты не будешь этой херней заниматься Просто однапросто Пытаться себя избавить от каких-то грехов Ты будешь заниматься Познанием Всевышнего И на этом Сконцентрировать свое внимание Потому что все равно Когда ты уйдешь из этого тела Исчезнут все твои слабости, страсти, похотения, желания Остребления Которые были телесного характера Все исчезнет Просто-напросто от слова совсем Останется Познавал ты Всевышнего или нет Твое спасение Зависит не от того Как ты качественно избавил самого себя От каких-то слабостей Пороков, стремлений, катений Желаний, устремлений Мечты Мечтаний А зависит от познания Хашуа Малиха изнутри тебя Если ты его не познаешь В толку от того, что ты стал внешне Перестал совершать какие-то неправильные вещи Смысл Объясним Да-да Нету никаких шансов У людей Как бы они не пытались Выкобениваться И думать о том Что вот Сейчас я себя исправлю Посредством исповедания Посредством самого себя заставления Чего-то не делать И в итоге Я такой стану чистый Святой И тем самым У меня открывается путь в небо Тебя обманули Из тебя сделали идиота Дебила Придурка полного Который просто-напросто И хохочет над тобою Ты такой весь Стараешься Не грешить И они ржут над тобой Ну тебе мысли внушают о том Что да-а-а Смотри ты смог не грешить Теперь ты точно попадешь в рай Ты такой раз такой Не вытерпел где-то Раз согрешил И они тебе приходят Эти же твари Приходят тебе И обвиняют Говорят о том Что вот Сволочь Теперь ты в рай Точно не попадешь Тебе покаяться надо И ты вот так вот В этой дебильном Круговороте Она как белка в колесе Крутится Крутится Пытаешься избавиться От чего-то А избавиться не можешь И это бесконечно Так тебя так Крутит 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 Вместо того чтобы выйти Из этого колеса Перестать париться Ну согрешил И согрешил Даже я тебе предлагаю Не пытаться Раскаиваться Каяться Исповедоваться Просто Ну согрешил И согрешил Плевать просто Напросто Молишься Молишься языками Познавать Познавать его А А как А как же другие Вот они услышат Да мне вообще плевать Честно говоря Знаешь почему Потому что Я не поставлю Для того Чтобы быть нянькой Кому-то И пытаться Знаешь Трястись А то Ой а вдруг Я неправильно То есть ты берешь Контроль над другими людьми Получается Ты пытаешься Значит Ты при этом Превратишься в манипулятора И контролера И ты будешь И ты будешь Как Придурок Просто Вместо того Чтобы самому Познавать Заниматься Полнейшей Херней Заботиться О том Как бы тебе Чего бы не ляпнуть Чтобы кто-то Как бы Как бы так сказать Ненароком Что-то услышал От тебя И вдруг Соблазнился И стал грешить Мне вообще Все равно Каждый Соблазняется Увлекается Чем собственной Похотью А не тем Что я сказал И он соблазнился Это бедолага Я не собираюсь Отвечать ни за кого Вообще Павел там говорит Ой не буду есть мясо Не пить вина Чтобы брат мой Не соблазнился Ля-ля-ля Три рубля Кто тут братья Вообще На самом деле Вот это вот Все отродье Которое Непонятно из чего Состоит Все это то что называется Христианством Весь этот дебилизм Вместе с муцульманством Вместе с чем еще С мормонством С чем еще Что там еще Можно туда напихать Все эти ребята Пытаются просто-напросто Знаешь Знаешь Друг друга контролировать О том Чтобы как бы не согрешить Ради чего Вот ради чего Потому что спасение Только в познании Хашово Малихай Если ты его не познаешь Слушай Ты не брат Какой ты брат Братья это те кто Рождены от живого слова И ходят в познании Хашово Малихай А не те которые Просто себя назвали Ой я христианин Гордое имя у меня Ё моё Керегу руку Рабакарабака Рабакарабакарабака Ну Павел говорю Я для всех стал всем Мне вообще плевать Честно говоря Что Павел сказал Для всех стал всем Я не собираюсь Для всех становиться всем Мне Всевышний Это не сказал Не открывал Не показывал И сказал мне Говорить то что Он не открывает То и говорит Вот и все А кто там что там соблазнится От слов Ишуа тоже соблазнялись Теперь он стал грешником Скажи пожалуйста От его слов соблазнялись И переставали верить Слушай люди теряли веру даже Ишуа не парился честно говоря Он не парился вообще ни от чего А почему кто-то должен контролировать Мою свободу в том чтобы О чем мне говорить О чем мне не говорить Как мне говорить Это я говорю не для того Чтобы дружище себя оправдать Для того чтобы ты стал свободнее Чтобы ты понял Что ты можешь делать то Что ты считаешь правильным и нужным И забить на то Как кто о тебе подумает Говорить те вещи Которые тебе Всевышний открывает Открыто так Как тебе это открыто Вот как ты понял Так и говори Не пытаться там что-то приукрасить Что-то как-то закрасить Дабы кто бы как бы так сказать Чего-то лишнего не услышал Ты занимаешься таким образом Попытками манипуляции других людей Когда ты пытаешься Знаешь как бы ради того Чтобы они не соблазнились Что-то типа не ляпнуть У тебя действуют Значит в твоем уме Дух манипуляции и контроля Попыток быть Иметь власть над другими Не давая им Внутри себя То есть они-то могут Иметь эту свободу Но ты как бы Не позволяешь им Внутри себя Иметь свободу Действовать так Как они считают Нужным Ты переживаешь Как бы они О чем ты переживаешь-то Ты о своей шкуре На самом деле В эти моменты переживаешь Почему? Потому что ты думаешь Ой, как бы мне попадет же Всевышний Теперь я в Олен в ад попаду Из-за того, что я ляпнул чего-то А они как бы соблазнились Значит и недостаточно Получается ему верить Вот все христианство Честно говоря Такое Я не конкретно О тебе сейчас говорю Потому что У меня-то здесь козы Я же не могу козам Это говорить Я просто говорю это Потому что говорю Потому что прет меня Говорит сейчас об этом Надеюсь, что ты просто-напросто Услышишь какие-то вещи От Всевышнего И он даст тебе свободу От порабощения Вот этим всем вещам Которые пытаются Тебя как бы так Заковать в цепи И акулу В твоем уме Чтобы ты Как бы так сказать Боялся говорить Да Какие-то вещи Которые нужны Которые Которые Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В познании Хашува Малихая заключена сила... Если ты поймешь это... Сила... Вы получите силу, ждите обещанного от Отца... Слушай, они до момента сошествия Духа Божьего... Имели познание... Задумайся... Ты такой думаешь, что шло нечто уникальное... Нечто такое, чего надо ждать... Ты идиот... Прости меня... Мы ждем силу, чтобы у нас были чудеса и знамения... Дружище, они в Ветхом Завете еще... Состояние Ветхого Завета было... Тот Завет еще был, существовал... Действия того Завета были... Они не обрезаны были по тому Завету... Хашува Малихай не был распят... И не был прославлен еще не воскрес... Они делали эти чудеса просто по слову Его... Потому что Он им сказал это... Они пошли и это делали, потому что Он сказал это... Но духа в них не было... Познание Хашува Малихая не было им открыто... Удивительный факт, что Петр каким-то боком вообще... Получил откровение о том, что... Ты сын Бога Живого! И Хашува такой вообще в шоке говорит... Вау! Не плоть и кровь тебе это открыли... Отец мой сущий на небеса! А потом такой... Фу, блин... Я ж еще не это... Не прославлен... Так что это... Это так... Это так тебе бонусом просто... Хе-хе-хе-хе-хе... Вот... А что мы до этого не силу имели? Да не, ребята, вы просто делали это по слову моему... А в чем сила заключена? Ну, когда дух сойдет на вас, тогда ты пойдешь... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Хе-хе-хе-хе-хе... Ха-хе-хе-хе-хе-хе... Ха-х-хе-хе-хе... Он сын и поймёшь, чем он там взгляж. Они чудеса, знамения, вот это воскрешение мертвых, о чем христианство мечтает, но не может это воззнать, они делали это в состоянии ветхого завета, не будучи рожденными от живого слова! Они там ждут, молятся, дай нам чудеса, дай нам знамения, Всевышний смотрит на них, идите вы лесом, ребята! Вы задолбали со своими тупыми молитвами! Я не дам вам чудес и знамений вообще! От слова совсем! Тебе тоже позавидовали и такие? Даже звук ушел, иногда бывает, вот лишается. Какая-то система срабатывает. Там требовали, покажи нам знамения с неба, чтобы мы поверили! Дай нам чудес и знамения! Говорят, идите лесом! Вам не будет никаких вообще знамений, кроме знамений ионы! Все остальное, пошли лесом! Ребята, идите лесом! Вы вообще не из овец моих! Идите, идите! Можете дальше просить! Ничего вас не будет! Можете хоть толпою, многотысячной, миллионной, всей планетой попросить! Дай нам чудес и знамения Всевышний! Да не дам я вам, ребята, потому что цель не в этом! Ты такой читаешь о чудесах и знамениях, у тебя такая лапша на уши такая свисает, свисает, свисает! И ты такой думаешь, ой, и шо, наверное, в конце своей, как бы, пути земного, да, там, перед вознесением сказал, говорит... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! О, идите, научите все народы, чему я вас научил! И они такие харизматы такие, херак такие, думают такие, вау, это значит, надо весь мир научить, как молиться за исцеление! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Как молиться за исцеление! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Кашпировский без их учений! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Производил это! Это мы просто, просто представим, идиотизм! Они делают то же самое, что и Кашпировский делал! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это вообще просто нонсенс, понимаешь? И вся их цель, она поставлена на поток, не то, чтобы, понимаешь, людей привести в познание Всевышнего, а то, чтобы просто, просто заисцелять всех, и все, чтобы все были здоровы! Но продолжали ходить в неведении! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! В день Пятидесятницы скажи, пожалуйста, когда сошел Хашо Малихай вне тела, без тела, да, вот он сошел! Тот же самый, собственная персоны, у которого было тело, в единственном экземпляре! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Он ходит по этой земле, рассказывает ученикам что-то! Сказал им идти исцелять Ради того, чтобы люди поверили ему Кто он Кто он в теле В этом физическом Что он есть живой хлеб Что он есть жертва Это тело предназначено стать жертвой Жертвой за грехи Жертвой для того, чтобы ты мог получать познание Жертвой для того, чтобы эта жертва Она располовинена была И это была открытая дверь Вот эта кровавая дверь Понимаешь, ну тебе просто надо с этим согласиться Если ты думаешь, что это простая обыкновенная дверь Не войдешь никогда Потому что она должна быть окроплена кровью Она должна быть кровавая такая Знаешь, это вот плоть, она разорвана пополам И ты должен сквозь нее войти Ты должен представить это, по крайней мере Включить визуализацию И представить этот момент Да, может быть Оно не очень, как бы Ну Презентабельно выглядит Да, но может быть действительно Тебя стошнит, потому что Куча бесов там внутри тебя От этого осознания Но тем не менее Зато ты получишь познание Всевышнего Ты войдешь В эту дверь И вот в день Пятидесятницы То есть до этого Слушай внимательно До этого они творили чудеса Они воскрешали мертвых Они исцеляли больных Поболее, чем делают христиане Христианство делает великую глупость Что пытается скопировать то, что делали тогда И игнорирует тем Что произошло в день Пятидесятницы Я не думаю, что дух сошел В день Пятидесятницы Для того, чтобы дать им силу Творить чудеса и знамения Вопрос Зачем тебе это сделать? Чтобы все привести к Богу Зачем? Ты собираешься всех приводить к Богу Вот какая у тебя в этом есть цель? Ну, чтобы привести к Богу Чтобы Он всех спас Ты понимаешь? Это в этом цель была Всевышнего Просто провести к Нему всех У тебя у самого познания нет А ты всех пытаешься провести к Нему Ты сам не вошел в эту дверь Но пошел всех звать Подойти к этой двери Ради того, чтобы Просто подойти к двери И ты даже не знаешь, где эта дверь Ты просто ходишь и стеляешь Но при этом не знаешь, где дверь И что это за дверь? А ведь нужно войти Ведь не просто так с ковчегом сказано Вошел Ной в ковчег Только после этого спасся Весь мир был обречен Погиб Собрали в житнице Куда собрали? Если ты поймешь, что это все внутри тебя Если ты поймешь, что это дверь Внутри тебя И ты сможешь открыть эту дверь И войти в эту дверь Тебе станет смешно От той глупости, в которой ты живешь Так вот В день Пятидесятницы Ашуа Малихайеса уходит Собственная персона Он без тела Тот же самый Который был в единственном экземпляре в теле В единственном экземпляре Тело был В одном единственном Он вспомнит В день Пятидесятницы Тот же самый Он сказал Я вернусь к вам Ненадолго осталось Неужели не знаешь, что Филипп Меня Я столько времени сходил И он приходит В день Пятидесятницы Но при этом Никто не исцелился В этот день Ну, ну, серьезно Посмотри внимательно Ну, христианин же думаешь Что Дух Божий В день Пятидесятницы Сошел для того, чтобы Знаешь, чудеса, знамения Некоторые орут О, я хочу деяния апостолов Ха-ха-ха-ха-ха Чаповалово повторено Побелать Деяния апостолов Это у меня Если ты ходишь в познании То это у тебя Суть деяния апостолов В том, чтобы привести весь мир Куда? В познании Познание Пошло Наверное Если необходимо Будут происходить чудеса и знамения В этом нету надобности Если люди, например, не нуждаются Всякий момент К Корнилию Петр пришел Там кто-то исцелился Хоть один Назови мне по тексту Хоть с кем-то произошло Что-то сверхъестественное Петр пришел туда Для чего? Для того, чтобы мертвых воскрешать Послан был ангел Объясни мне, пожалуйста Ничего не было Я имею в виду Сферы исцеления Чудетворения И прочих вещей Лесами, которые давно ему было Она большая Живущих на планете Да-да-да-да От осознания этого От масштаба того, что сейчас происходит Тебе просто плохо Потому что ты поймешь Что в какой заднице Ты просто находишься В этом мире В христианстве Весь мир В погрязь вложить Такой, что Прогрязь Поэтому я и олю Поэтому у меня в душах это все Что происходит В частности в христианстве Что на самом деле заменили истину Божию Ложью И поклоняются и служат Тварь вместо Творца Просто представь, если сейчас хочу вам налихать собственной персоной Хотя он во мне есть Ну вот представь во всей славе своей сейчас явится При том, что люди просто напросто отреклись от познания его Просто выкинули его в сердцах свои Многие просто оскорбили его Своим невежеством и отвержением И сказали, назвали его сатаной Многие, многие Да, он как бы так сказать в гневе, но Настолько, чтобы сейчас по уничтожать все Ну ты представь, вот он разозлился и говорит Блин, приду сейчас на эту планету гребанную И вам все просто капец будут, ребята Вы ждете дня господня Вы придурки полные Вы что закопайте сюда по клубу Потому что вы не понимаете Если он сейчас явится Вы все просто тупо сгорите Как от ядерного взрыва А в чем ценность ваша? В чем ваша ценность? В чем ваша ценность? Что это за 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 Каракумба. 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 Каракабаха. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok